Привет, друзья! Это новый влог. Сегодня есть самая главная задача. Мы поедём в Медведково, возьмём мою старую Шкоду, и Катя на неё сядет и будет учиться ездить. Надеюсь, всё получится, потому что я немножко переживаю за себя. Ты вот сейчас смеёшься за кадром. А за меня? Я за тебя в меньшей степени переживаю, потому что обычно, когда сидишь на пассажирском, ты больше волнуешься, чем когда водитель сидит. Самое главное, чтобы мы с тобой не поругались. Это, наверное, наша основная задача. Давай заранее, мизинчики. Да, давай. Главное, не сраться. Смирись, смирись и больше не дерись. Вторая тема, которую я хотел сказать. Я достаточно долго боролся. У меня вот здесь были шелушения. Там, не знаю, много влогов назад я об этом рассказывал. Покраснение, шелушение. Покраснение, шелушение. Пойдём со мной. Тут, конечно, не супер красивые сейчас ванны, но тем не менее. Я мазал и Киллсом. Достаточно популярный крем. Такой дорогой. Ну, относительно, конечно, не 15 тысяч. Супер увлажняющим. Мазал, мазал, ничего не помогало. В итоге Катюха говорит, да купи Бараплюс. Вот такую штучку, которая стоит буквально 100 рублей. И всё, вот, пришло в норму. Но пользовался я этим неделю. И буду продолжать. Очень круто помогает. Единственное, мне его запах вообще не нравится. Я его обожаю. Вот люди делятся на две категории, но вот не мой. Хочешь рассказать? Мне показалось? Мне показалось, музыка заиграла. Всё уже. Хотела рассказать то, что я этим Бараплюсом пользовалась, когда была мелкая, там, в подростковом возрасте. У меня была привычка облизывать губы. И сами губы вокруг у меня всё было красное и шелушилось на морозе. Вот. И я ходила как клоун. Вот. И мама мне всегда давала вот эту мазь. Крем. Мазь. Крем. Крем, наверное, да. Вот. И спасибо ей большое, что она меня познакомила с этим кремом, потому что он реально работает. От покраснений, шелушений, когда прям такая сухая кожа, которая повреждена. А потом ты меня познакомила. А потом я познакомила, да. И я очень рад, потому что сейчас у меня реально гладкая кожа. Это прям круто. Мы выходим, ты здесь мылся, и ковер мокрый. Я не сказала. Третью тему, которую хотела рассказать, подсветить. Это конструктор, который мы купили. В общем, тут не хватает деталей, ребят. Мы перерыли все. И я, наверное, буду обращаться в службу поддержки, чтобы как-то разобрались с вопросом. Потому что, извините, он стоит 7400. Я хочу достать вот эту штучку. Давай. В общем, конструктор должен быть вот такой. То есть здесь три этажа. Я собрала два этажа. И даже в этих двух этажах, ну, чуть-чуть, там буквально 3-4 детальки не хватало. Хотя я собирала вот так на покрываль. Я никуда их не разносила. Всегда в одном месте. Все пакетико обратно собирала. Вот. А чтобы начать строить третий этаж, там вообще целого пакета не хватает. То есть целого блока. И у меня вот два этажа. Я не могу продолжить, к сожалению. Хотя конструктор не дешевый. Понятно то, что это не лего, это мауткин. Да, так читается. То есть это китайский конструктор. Но, блин, все равно стоит не дешево. И они продаются в магазине лего официальном. Да. То есть должно быть все хорошо. И функционирует как премиум китайский конструктор. Зато я собрала тоже китайский конструктор. Блин, у меня мороженки опять упали. Сейчас, секундочку. Оставлю. Зато я собрала вот этот конструктор. Как он называется? Что-то мини, лос мини что ли? Не знаю. Такая штучка на книжку похожа. Все, ребят, наступила прям дикая осень. На улице 4 градуса. Максимально утепленный. Под низ даже толстовку стал надевать. Вчера вечером до 0 градусов температура опустилась. И это к чему? Что скоро нужно будет переобувать летнюю резину на зимнюю. Неожиданно, конечно, такая температура пришла. Я думал, все-таки менять колеса буду ближе к ноябрю. Потому что сентябрь был отличный. Ну, что поделать. И уже заблаговременно включаю подогрев автомобиля. Потому что вчера мы сели. Было так холодно. Просто капец. Все. Ушла эпоха. Будем ждать следующего лета. Боже, храни подогрев, а? Не так холодно, как вчера. Я прям охерел. 3 градуса было. Сейчас еще мы с Катюшей заедем в пятерочку. Мы берем йогурт. Мы что-то в последнее время так часто ели всякие булочки. Вкусная точка. Сержио пицца. Какой-то переизбыток, да? Перенасыщение. И у тебя, и у меня. Вот прям не хочется ничего хлебобулочного. Сейчас, наверное, возьму себе чудо-йогурт. Который ты мне показал топовый. И октимельку, может быть? Я, да, я же сказала, я буду октимельку, 100%. Очень хочется. Так я тоже хочу. Со мной пойдешь, или я один? Не, вместе сходим. Этого, конечно, много. Ну, что, срок годности ок. Возьми мне еще гран-десерт, Катюш. А может, кто ты с ванилем не берешь? Шоколадный? Не нравится, не нравится. А вот это? Нет, не буду, не буду. Обычный, ага. Есть среди моих подписчиков перфекционисты. Страдайте. Так же, как и я. Мне прям хочется его поправить. Ну, а мы заехали во вкусную точку. Сейчас кофейку возьмем. И поедем по этой дождливой и холодной погоде. Медведков, 5 градусов всего. В теплой и уютной машине. Да, дом. Наши колеса. Второй дом. Да. Особенно в путешествии. Мы только об этом разговаривали. Когда сзади кроватка у нас. Подушки. Мне так нравится, когда мы заезжаем на заправку ночью. Типа на улице зима, там минус 20, наверное. А там снег идет. И мы ложимся спать. Там по крыше так кап-кап. Так классно, уютно. Мы обнимаемся. Или снежок. Он так припорошит, лобовуху, да. Все стекла. Уютно. Нет, самое, мне кажется, такое классное было чувство. Это когда первый раз мы поехали в горы. Когда познакомились с тобой. Мы ложимся спать. И ты говоришь, сейчас вокруг нас горы. А я не поверила. Думаю, да как так? Ну, не вижу я и все темнота, ну, дорогу вижу, да, там фонари освещают, а гор не вижу. И наутро я первое просыпаюсь, смотрю. Слушайте, спасибо. Спасибо большое. Наутро просыпаюсь, смотрю в окошке, а там горы реально так красиво было. Так необычно. Все. Приятного копейки и тебя. И тебе. Достаточно депрессивно, конечно, на улице. Когда особенно на трассу выезжаешь. Все серое. Сколько тут оттенков можно насчитать? Ну, много. Поверни камеру. Меня радует только травка зеленая. Ну да. Деревья и трава, которые еще остались. Немножечко есть, да. А так, вперед, если посмотреть. Просто где веревка и мыло. Ну что, ученица Екатерина, вы готовы? Нет. Давай потихоньку с парковочки выруливаем. Как вы поняли, в моей легендарной Шкоде 150 лошадиных сил. И сейчас Катюха будет учиться. Да. Так камеру убирай. Ну все, ребят, мы по полной катаемся. Катя уже сделала один кружок. Потом я прокатился, для того, чтобы она посмотрела на знаки. И это уже наш третий круг. То есть два Катюхиных, один мой. В целом у тебя хорошо получается. Там с полосами бывают моменты. Но ничего, сто раз прокатишься, будет все супер. Поэтому не переживай. Конечно, есть волнение у Катюхи. Потому что, ну как бы, это не тебе. Это не тебе. Это таксисту, который прямо не едет. Не переживай. Не переживай. Катя на любой вот этот гудок реагирует. А это мне? Нет, конечно, не тебе. Я просто, ну все правильно, мне красный говорит. Что они говорят? Катя немного тревожна. Потому что машина чужая. И, ну, дополнительный какой-то эффект стресса это создает. Плюс говорит то, что у меня нет педалей запасных. Чтобы, если что, я мог нажать на тормоз или газ. Зеленый, зеленый. Да, все, поворачивай. Поворачивай, да. В крайнюю правую стою, да? Да, вот сюда. Да, да, да. Ну, не самую крайнюю. Это середина. Да, автобусная полоса. Чувак, я проезжаю, я его не пропускаю? Можешь не пропускать, на самом деле. Это его задача. Ну, тебя пропустить, и дальше он сам едет, конечно. Не знаю, почему я всех хочу пропустить. Мне просто хочется, чтобы меня никто не трогал. Никого дискомфорта не доставляет. Понимаю. В этой полосе мы все едем прекрасно. Сейчас ты гораздо лучше держишься. Потому что Катюху немного вправо обычно клонит. А сейчас, ну, все прекрасно. Так что, да, все хорошо. Сейчас немножечко перестраивайся налево. Там у тебя обращаю внимание, если кто-то, никто не мешает. Ну, все. И в этой полосе ты спокойно едешь прямо до перекрестка, где мы повернем с тобой по стрелке налево. Вот, к хлеб-заводу. Здесь прямо, а на перекрестке налево, да? Да. Мы пересекаем этот светофор, следующий, и там с тобой перестраиваемся в левую полосу. Немножко рисковал. А тут было, Николаевна. Но ничего, ничего, ничего. Машина кайфовая, удобная. Тут все хорошо для ученической езды, потому что здесь есть контроль мертвых зон. Оно, если что, подсвечивается. Так что... Ага. Пока я дойду до этого, пока я буду начать обращать внимание на эти слепые зоны. Вот, и сейчас перестраивайся на левую полосу. Включай сразу поворотник, едь, да, спокойно. И здесь у нас с тобой по светофору... Налево. Налево, да. Вот, у тебя гораздо лучше сейчас со второго раза получается. И по скорости, прям 100% тебе говорю. Откатаешь несколько маршрутов, несколько выходных, вот так мы будем выезжать. Готовы? Если что, хочешь тропу платить? Да ладно, ты едешь не быстро. Самое главное по разметке. Ну, будет там где-то 250 рублей, но ничего страшного. Сейчас я вручу. Нет, все отлично ты стоишь. Все хорошо, не переживай. Вот так что, ребят, примерно так мы и катаемся. Все, ребятушки, мы накатались. Погода срань, целый день льет дождик. Мы приехали к дому на Шкоде. Завтра с Катюхой еще покатаемся. В целом получилось неплохо. Есть там определенные моментики, но, сами понимаете, человек только учится. Катюнь, ты где? Я здесь, там просто вы уже с левой стороны очень сильно. И вот у меня кровей отошло. О, Господи. Самая нелюбимая моя погода, конечно. Все, ладно, врубаю камеру, завтра еще позаписываю. Это у вас будет в текущем влоге. Но мы домой. Сушиться, греться. Есть семечки. Ну и что-то там еще будем делать. Как хорошо, да, с этим фонарем. Вот так вот можно хотя бы посмотреть под ноги. Ну, видно на камере, то, что дождь хлюпает прям по объективу. Бедняжка, сейчас я его приду, высушу. Мой маленький, замерзший. У меня ощущение, что сейчас снег начнется. Ей-богу. Да. Есть такое, да? Да. Такие капли прям какие-то, блядь, холодные очень. Я, фигурю, я когда ездила вот на урок плавления, там вот эти фэрки. У меня руки так замерзли. Я просто шла с телефоном, смотрела по навигатору, как мне до метро добраться. Там минут 15 пешком надо было идти. Я охренела, я села в метро, пытаюсь и сообщение напечатать, а у меня реально как будто в руки анестезию, в калории. Я ничего не чувствую. Ну да. То есть настолько холодно, хотя... Не знаю, мне кажется, не должно быть так в начале октября. Слишком. Причем резко было там 22-25 даже было днем. А сейчас хоп, 7-6 градусов днем. Резко очень. Матя, здрасте. Доброе утро, друзья. У нас воскресенье. Сейчас мы снова поедем кататься. Все прекрасно, кроме погоды. Все так же дождливо, сыро. Но, с другой стороны, такие погодные условия немножко закалят Катюху, потому что у тебя и дворники, и знаки, и нужно за полосой следить. В принципе, это и неплохо. Я тут в отдельной комнате, в своем кабинете, заперся для того, чтобы записать этот кусочек. Потому что Катюха тоже параллельно для своего влога что-то записывает. Температура сегодня 4 градуса. Я еще более теплую куртку надел. Правда, поднес только футболку, потому что в машине очень жарко. Если что-то получится подснять, обязательно это сделаю. Но в целом могу сказать по вчерашнему дню, что у Катюхи все очень неплохо. Мы пока добежали до машины, просто прокляли все. Тачка показывает 2,5, и появилась снежинка. Дождь настолько холодно, ощущение, что она сейчас в снег превратится. Правда, с погодой показывает, что сегодня вечером снег будет. Я правда не верю. Мне немножко единственное неудобно. Вот у тебя камера, ее в карман положила, все окей. А мое нет. И постоянно она мокнет. Я прихожу домой, прихожу в машину, и постоянно ее протираю салфетками. Надо что-то придумать с этим. Либо мне какую-то сумочку, либо рюкзак вот так вот таскать, потому что жалко, если ее зальет все на пик У меня место было, могу мне дать. Но она тяжеленькая, надо мне рюкзак брать. Либо уже на GoPro переходить, вот в такую дождливую погоду снимать, ну это вообще жесть. Просто жалко расставаться с техникой, если ее зальет. Вчера так с тобой пока дошли, вообще лил. Так что я камеру пришел и в полотенце полностью обернул. Ну по плану у нас что, сейчас давай заедем, наверное, как вчера, пятерочку, возьмем йогурты, доедем до, наверное, вкусная точка, возьмем кофейку, дальше я выйду к Зеленограду и там сядешь ты, и поедешь до Медведкова по платной дороге, по МКАДу. Не страшно тебе? Слушай, ну ты будешь рядом сидеть, будешь подсказывать, надеюсь, хорошо подсказывать, чтобы до моей головушки все доходило. Вот, и у нас нет транспондера, знаешь, наличка. Да, потому что там осталось, наличка или карты. Да. Хорошо, так и победим. Единственное, я думаю, давай, наверное, где-нибудь в Зеленограде найдем парковочку. Возможно, даже там, где помню, что посылку забирала вот этот костюм. Может быть, туда заедем, и я габарит о машинах чуть-чуть прочувствую, попарковаться пару раз, и потом поедем. Там неудобно тебе будет парковаться, там очень много машин и очень мало свободных мест. Туда другое место. Я хотел бы, чтобы ты, может быть, возле ТЦ попробовала. Помнишь, там, где ресторан, который погорел? Отрада? Там куча есть свободных мест. Отрада? Да. Да. Помнишь, там прям много их. И там ты по линии сможешь вполне себе. Может, тогда там и покушаем, я что-то в тюрьму хочу. Я себе взял крошку-картошку двумя наполнительными, бутерброд с ветчиной, у Катюхи блин с икрой и ухар. И болтает по телефону. Все, приятного аппетита. Мою камеру поставить, расскажу. Первое важное событие произошло. Катюха свозила меня в вкусные точки и заказала кофейку. Не ожидал, что я в этом году случится такое событие. Я особо не ожидала. Коленки вот так вот трясутся. Страшно. Да, это страшно. Тебе, в принципе, комфортно со мной? Ну, в принципе, да. Но я не всегда понимаю твои объяснения вот в этом проблемы, потому что вот опять же мы стояли на парковке и ты говоришь, типа, вот сейчас туда по правой полосе поедешь. Куда туда? Я вижу, там просто тысяча разметок. И я такая, чё? Да нет, ты просто не водитель. Да, я просто не водитель. Поэтому тебе какие-то объяснения. А я не знаю пока, как правильно формировать тебе запрос. Наверное, просто инструктора, они знают, насколько глубенькие приходят ученики. В плане, ну, не то, что люди глупые, а то, что ученики, они ничего не знают вообще. Им сложно. И они, инструктора, объясняют, прям вот как для дебилов. Вот прям каждым мелочь объясняют. А ты привык, что... Ну, ничего, я привыкну. Ты как водитель уже со стажем. Я когда говорю, из правого ряда повернуть на левый, ну, как бы всё ясно, понятно. Не, мне это тоже понятно. Просто когда стоим на парковке... Хорошо, я могу тебе так говорить. Ну, так ты объясняй, когда? Сейчас или за перекрёстком? Я говорю, каждую мелочь. Через два дня. Да, через два дня. Ну, а когда? Сейчас. Если мы просто едем, как сейчас, за городом по трассе, я пойму, если ты скажешь, там, направо-налево перестройся полосу, я пойму. А когда мы едем в жилёном городе, и там несколько полос, и ещё сейчас передо мной перекрёсток, я не понимаю, мне перестроиться правее сейчас перед перекрёстком, или уже за перекрёстком? Я у тебя сдаю дополнительные вопросы, а все уже начинают мне сигналить. И я такая, Андрей, быстрее подскажи мне. Надо без вопросов, просто чётко, строго действовать. Да, ты так на третьем занятии себя вёл? Да. Ага, конечно. Мне твоя мама рассказала. Да, отлично, я ездил. Друзья, ну, у нас был первый заезд в Макбукас, вернее, во вкусную точку за кофе. И сейчас у нас первая поездка по платной дороге. Мы сейчас находимся на М11. Катя едет практически 90-х километров в час. Вот вам прудчик. Дорога ужасная. С точки зрения начинающего водителя очень много воды. Всё это постоянно на лобовуха льётся. Но я считаю, что страна очень классный опыт. И дальше мы уже выйдем на МКАД. Там тоже у тебя будет первый раз. Угробная поездка. Вообще, в целом, ты большой молодец. Вчера у тебя не очень круто получалось держать полосу. Сегодня уже, я вижу, прогресс. Поэтому, ты большой молодец. Какое ощущение? Хорошо. Спасибо. Не знаю, что рассказать. Мне понравилось. Было страшно, но я справилась. Я даже не косячила сегодня. Ну, да. 60 километров накаталась сегодня. Максимально ехала 90. На МКАДе, на Платке. Мы едем уже домой. Специально включил свет, чтобы вы увидели, то, что на лобовухе уже настоящие хлопья. Температура 1 градус. Так, вырубаем теперь. Немножко так опасненько. Вот вам показывают, что 1 градус. Загорела снежинка. Едем по этой трассе, сколько мы, 28 минут. Практически в постоянной пробке. И потом уже будем, соответственно, греться дома. И кайфовать, отдыхать и так далее. Машину, скорее всего, поставим далеко от дома. Сейчас придется пешочек уйти, да? Да, тебя, правда, нихера не видно. Но я снова свет включу. Извини, пожалуйста. Ничего. У тебя, кстати, он ярко уже стоит. Вот, вот так вот поменьше врубил. И надо будет на следующей неделе, видимо, разбираться с тем, чтобы менять уже колеса, потому что это, конечно, не дело. Но если не будет вот этого потепления, то, может, опять будет 10, там, 15. Ну, 15 вряд ли, но 10 будет. Может быть, может быть. Потому что, ну, так, мне немножко некомфортно, так скажем, на летней резине ехать в 1 градус. Она перестает уже плюс 7 работать. Поэтому, ну, вот сейчас машина проехала. Когда встречка едет, видно, что на лобовухе прям настоящий снег.